Будь милостив к нам, грешник, создавший нас, Господи, помилуй нас. Вячеславу мы совершили, Господи. Прости нам, Вячеславу, помилуй и благослови. Давайте повернемся от себя в лицо. Господи Иисус Христе, Сын Божий, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Да светится имя Твое, да приедет царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, да и на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от рукава, ибо Твое царство силу и славу во веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем стопам Твоим благей, и английскую песню возглашаем Твоей сильной. Свет, свет, свет Ты Божий, по молитвам Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спасти ли от сна, Ты поднял мне, Господи, просите мой ум и сердце, и открою уста мои, чтобы мне воспевать Тебе, Святая Троица. Свят, свет, свет Ты Божий, по молитвам Богородицы помилуй нас. И ныне, пресно, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяние каждого обнаружится, так в страхе воскликнем в помощь. Свят, свет, свет Ты Божий. Помилуй нас, Господь и Бог наш, слава Тебе за это утро. Благодарим Тебя, Господи, что Ты нас сокрю и охраняешь. Слава Тебе. Благослови на этот настоящий сегодняшний день, Господи. Благослови наши гонители, Господи. Дай им разумление, разумление, Господи. Образумие, Господи. Наведи на них Твой страх святой. Чтобы они могли отстать от наследия Твоего, Господи. Чтобы мы могли вместе здесь еще собираться, в лагере. Быть собраны Тобой, Господи нашим Иисусом Христом. Славить Тебя, Господи. Благодарить в сердцах своих. Славословить на устами своими, Господи. Защити, Господи, от происков врага. Ибо Он желает разрушить дело Твое, Господи. Помилуй нас, Ладыка. Помилуй нас. Умудри во всяком деле. Та же, Господи, помоги, чтобы дети были мужественны, стойкими. Во всем доверялись Тебе. Все, что Ты пошлешь им в течение этого дня. Прибудь рядом с нами, наш Господь. Благослови Деюни, Потеряевку, Барнаульскую общину. Сохрани нас от всякого зла, Господи. И дай нам со всей смелостью с дерзновением проповедовать Слово Твоей Вечной Евангелия. Невзирая ни на какие запреты. Ибо Твои апостолы сказали, что больше надо повиноваться Богу, нежели человеком. Дай нам это, Господи, дерзновение. Ибо сказано в Слове Твоем, что потерпевший до конца спасется. Чтоб мы все это перенесли, во всем доверяясь Тебе. С верою, с надеждой, с любовью к Тебе. Научи нас, Господи, влюбить Тебя с чистого сердца. Возлюбить Тебя всем сердцем своим. Всей душой своей, всем разумением своим. Всей крепостью своей. И возлюбить ближнего своего, как самого себя. Дай детям, Господи, духовного рождения. Чтоб они познали это милосердие, любовь Твою. Долготерпение Твое, которое Ты предполагал нам, Господи. Являешь каждый день. Несмотря на наши беззакония, на наши грехи, Господи. Ты прощаешь нас, милость Его. Ибо Ты знаешь, что дыхание наше, как пара, являющиеся на малое время. Помоги нам, Господь. Чтоб мы также могли вместе собираться здесь. Славить Тебя. Благослови даже наставников наших, Игнатия, священника Акима. Сохрани там вся прозвозла в пути. Благослови, Господи, наших херархов. Митрополита Иллариона, епископа Евтихия. Патриарха Кирилла. Митрополита Иллариона. Митрополита Корнилия. Митрополита Сергия Алтайского. Епископа Максима, Господи. Дай им, Господи, ходить в страхе предицы. Чтоб бояться Тебя, милица человеческого. Помоги даже священникам, Господи. Дай им любовь к Слову Твоему. Чтоб они вникали закон Твою совершенно. Научали заповедью Твою святым, а не человеческим вымыслом. Священнику Якиму, Яну, Павлу, Главу, 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 Олегу, Кириллу, Василию, Андрею, 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 Яну, Сергею. Благослови также, Господи, наших братьев, сестер и всех святых Твоих по всем лицу земли. Укрепи их, поддержи их. И доведи нас всех до желаемого пресненного Царства Твоего. Дай нам быть готовым встречей с Тобой в любую минуту. Благослови также, Господи, наших врагов и их образу. Не дай им погибнуть. Благослови наших родных и близких, родителей, детей. Дай их душам спастись. И тех, которым когда-либо благослови Слово Твоё, обрати их. Посети их милости Твоей. Тебе, Господи, Богу нашему, Господи. Также помоги правителям мира сего, Владимиру, Дмитрию, врагу Обаму, Рабзану Кадыеру, Александру, Господи. Дай им, Господи, познать, что Ты есть Царь в Царстве и Господь господствующих. Чтоб они познали Твое могущество, Твое величие, Господи. И устаршились Тебе. Вразуми ей, Господи, чтоб они издавали мудрые законы согласно Твоей заповеди. Помоги нам, Господи. Прибыть рядом с нами. Тебе хвала за всю честь и поклонение Отеца, и Святой Дух. Аминь. И следи нашей молитвы с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. И услыши молитву всех, кто молится о нас во благо спасения души нашей. И прими нашу молитву, а всех, кто заповедал молиться о них. Слава Тебе, наш великий Творец и Бог наш. Слава Тебе. Аминь. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Ну все, сейчас читайте Евангелие своим собственным. Доброе утро, Маша. Давайте сейчас Евангелие читать. Маша, Соня, давайте Евангелие почитаем. Все, все, Соня, Соня. Матфея, я запомнил, Матфея 16, 20 глава. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сначала давайте. Садитесь до Евангелия. Прежде надо почитать Слово Божие, прежде чем мы будем завтракать. Сядьте, девочка. Заново почитайте. Романа. Тихо, тихо, успокой вас. Ну-ка садитесь. Прямо на пол садитесь. Они Семен, а не место. Кто Семен? Они его дома. Вот этот, я говорю вам. Ну, подвиньтесь, ребята. Соря, я говорю вам. Тихо, подожди. Ребята, подвиньтесь немножко. Здесь есть место, но они больше. Ну, подвиньтесь туда. Что вы такие? Ебор, подвиньтесь. Ебор, подвиньтесь. Ну, что непонятно? Я подвинулся. Евангелие от Матфея, пятая глава. 20 стиха. Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет к праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы же читали это вроде. Нет. Мы только девятнадцать. Иначе он еще объяснял. Нет? Или он только один стих объяснял? Один. Девятнадцать. Девятнадцать. Молейшим научит так людей. Девятнадцать. Как его? И дальше там у толкователя, я помню сейчас сказано, у блаженных филактов, что каким образом мы можем произойти, праведность наша должна быть выше книжников и фарисеев. И вот дальше Господь говорит в двадцать первый стих. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Исход двадцатая глава, тринадцатая стих. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто скажет брату своего врага, пустой человек, что значит, подлежит сценариону, верховному судилищу. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. То есть все ваши обзывки, это все Господь вас за это спросит. Нельзя, вы же братья и сестры во Христе верующие. Нельзя друг друга даже обзывать каким-то либо словом. Потому что если написано в слове Божьем, что мы за всякое праздное слово дадим отчет. Чего уж говорить за эти наши, особенно когда еще и сквернословие матерятся по-нашему сказать. А я говорю вам, что всякий так. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, И там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Да, дадим, дадим. Скажи, а здесь дети эти, сколько начинаете или полностью здесь? Ну, полностью. И кормить их надо? Да. Ну, если надо что-то, я принесу продукты. А вот сейчас они позавтракают, я могу прислать. Вы их дома? Дома, конечно. Я сейчас ушел. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, И там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. То есть не ты против кого-то, а брат против тебя имеет. Оставь там дар твой перед жертвенником. И пойди, прежде, перемирись с братом твоим. Тогда приди и принеси дар твой. Дар. Молитва. То есть, когда у вас какие-то между собой... Почему у нас разбор идет поведение Три раза в день. Даже было чаще. Это чтобы к вечеру Вы должны примириться между собой. Вот, например, ты кого-то обидел, А этот человек против тебя что-то имеет. Ты должен подойти И разрешить конфликт. То есть попросить прощения. Прежде, чем молиться начнешь. Да и отче наш мы читаем. И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. То есть, которые... Мы где-то согрешили против брата, Или сестра против сестры, Или муж с собой вообще. Слушай внимательно. Вот тогда ты можешь спокойно ложиться спать. А не то, что... Годами злость не проходит на человека. Как мы смотрели фильм, Это Джиньер-то, помните? Которая... Это бабушка-то, Которая воспитывала ее. Саму-то жену. Она говорит, Даже на удрой болезни, И то уже до сих пор милости у нее внутри. Она ничего с собой сделать не может. А это потому, что нет рождения свыше, Во-первых, первой ступени. Она не отвергла свое «я». То есть она и не знала Христа-то. Молиться молилась может просто. Как научились с самого детства, Заученными словами. Там, вочи наши и так далее. А надо, чтобы у вас была живая, Беседа с Богом. То есть вот как мы с друг другом беседуем, Или как приходить к Отцу, Заворить ей что-то. Даже с Богом, Только благовейно должна быть. Молиться можно везде. Ты можешь идти и молиться. Ты можешь где-то закрыться один. Господь говорит, Когда заходишь там в комнату к себе, Закроет за собой дверь. То есть и молись. Чтобы втайне молись, Отцу Небесному. Господь тебе раздаст яму. То есть открывайте свои желания перед Богом. Какие у вас желания на сердце? Вы должны знать, какие, конечно. Как угодно Богу. В первую очередь просить у Бога веры. Веры по Евангелию. И тогда Господь вашу жизнь начнет исправлять. У вас уже не будет никакого ожесточения. Вы уже не будете обзываться, Драться. Там какие-то пакости друг другу делать. То есть все от вас зависит. От вашего произволения. Ну, я думаю, на сегодня хватит. Слава тебе, Боже, наш слава. Все, пойдем завтракать. Деваня, а сколько комиссий отцовутся? Там молодой комиссии. Сама с собой. А комиссия там была? Ну, там не комиссия, Там участковый просто приехал. Другие мужчины. Почему-то уже собирается. Не знаю, Фастя. Я на эти вопросы не могу ответить. Ты сейчас сами не знаешь. Они начинали с дочкой. До сих пор там возле лагеря.